Ну мы сегодня провели два разных тайма. Первый, я даже не могу объяснить, в какой футбол мы играли. Хотя задачи были поставлены, но выполнение было на очень низком уровне. То есть, ну с какой-то стороны, может, какие-то объяснения есть, но, наверное, винить и обвинять во всем молодых ребят, которые у нас сейчас из молодежной команды мы набрали, наверное, будет неправильно. Всему нужно свое время и нужно какое-то время для адаптации, для самоутверждения. И, наверное, им сейчас свойственны такие спады в игре, когда мы проводили игру с «Чайкой». Наверное, не наверное, а точно показывали немножко другой футбол, правильный, более правильный. И сегодня я просто по первому тайму не узнал молодых ребят. Это просто была катастрофа. А вот в перерыве состоялся разговор, тот же самый переговорил с ними. И я считаю, что второй тайм прошел более-менее... Хотя мы и пропустили гол, но по футболе, по содержанию игры, наверное, он намного был лучше, чем первый. Но, к сожалению, пропустили со стандарта. Также ошибка уже наших центральных защитников. Вот, поэтому то, что есть сейчас, то и есть что-то лучшее, какие-то проводить более такие замены. Наверное, у нас и по составу, и по содержанию такого большого выбора нет. То есть менять, если и менять, то только молодых на молодых футболистов. Но, к сожалению, они игру особо не усилили. Поэтому Факел был сегодня... Больше, больше хотел победить и более показывал содержательную игру. Считаю, что результат, наверное, по данной игре закономерен. Вы ехали в гости к единоличному аутсайдеру, разбирали, наверное, игру. Насколько вот реальность иной оказалась, чем вы предполагали? Или все получилось так, как вы... Да нет, мы, в принципе, готовились к этой игре. Тренерские штабы были у нас и записи игр. Ни одной игры. Поэтому мы просматривали и, в принципе, и по составу мы все угадали. Кто будет играть. И отсюда были и поставлены задачи. Определенным футболистам, как играть, как сдерживать атакующий потенциал Факела. Но, повторюсь, когда из игры выпадает 2-3 человека, достаточно, очень тяжело, тяжело найти свою игру и что-то такое проводить более-менее угрожающее. То есть у нас ни контратаки не получались, ни неправильно расположение... Ну, масса ошибок было. Сейчас все ошибки эти перечислять, я думаю, что это уже дело для разбора. Вот. Во втором тайме-то играли по-другому. Вот что, вопрос, понимаете? Два разных тайма. И прессинговали, и выбегали из зоны, и моменты создавали. Почему нельзя было так играть с начала игры? Для меня, наверное, тоже это вопрос, с которым нужно разбираться. Еще вопрос. Валерий Чайлович, осенний отрезок вы закончили, ну, можно сказать, для всех сенсационные победы в Москве над Спартаком и Торпедой. А потом мы следили за эпопеей в клубе, переживали, надеялись, что все закончится хорошо. Думаю, что хорошо закончится. Вопрос. Вы сможете, возможно ли весной увидеть, в конце весны увидеть тот же футбол, который показали осенью? Ну, у нас семь человек покинуло команду. Как вы считаете? Семь. Вот с того состава, кем мы заканчивали. Это, ну, можно сказать, что, ну, пять игроков. Это были твердые игроки основного состава. И подбор мы сделали в трансферное окно. Мы, в принципе, усилились только ребятами из молодежной команды, что у нас было в наличии. Все. Ну, вот, и ко всему прочему добавилось у нас два травмированных игрока. Это Леша, Аравин и Носов. Поэтому надеемся, что хоть они в строй войдут в ближайшее время и помогут команде. И насколько сегодняшняя погода повлияла именно на вашу команду? Да погода здесь ни при чем. Играют две команды здесь чуть-чуть. На поле пенять, на погоду. Здесь погода ни при чем. Вы знаете, футбол играет в любую погоду. Это у нас, это Россия. Вы думаете, у нас в Владивостоке лучше погода? Там очень большие снега идут. Поэтому здесь приспосабливаться надо, адаптироваться. И показывать свое мастерство в любую погоду. А не ждать, пока травка подрастет.